В октябре Microsoft выплатил новое обновление порталов и новое название для порталов. Сейчас они начали называть их Microsoft Power Pages. Это, собственно, то, что раньше называлось порталы Power Apps Portal. До этого они назывались IDX порталы. Раньше это была отдельная компания, IDX Studio, которую Microsoft выкупил, что-то в районе 2015-2016 года. Эта компания разрабатывала аддоны, с помощью которых можно было делать порталы, интегрированные с CRM. Теперь это стало частью Power Apps платформы. Microsoft постоянно пытается применять какие-то изменения, улучшения, добавлять интерфейсы. Они позиционируют Power Pages как low-code solution, которым можно собрать, добавить туда разные компоненты, интегрировать с Dataverse и выкатить. Что-то похожее на конструкторы сайтов, типа Wix, WordPress и так далее. Одним из плюсов этих порталов является нативная интеграция с Power Platform. Соответственно, для нон-девелопер это позволяет без участия девелопера делать интеграцию с данными, делать страницы, где юзер может, собственно, манипулировать данными. CRM онлайн и им клиенты могут быть добрыми. Сейчас я хочу, я заревьюил новый интерфейс и решил немножко сравнить, чем отличается новый интерфейс, который выкатили в октябре 2022 года. Соответственно, самое главное, то, что бросается в глаза, это они сделали новую дизайн-студию. В этой дизайн-студии улучшены возможности конструктора страниц, улучшены возможности добавления данных из Dataverse. А много контроллов, как выводить эти данные? Все так само. Тут можешь добавить форму, можешь добавить лист, дизюшку из Dataverse Power BI, репортики можно выводить. Есть какая-то там Home-страница, ты можешь настроить иерархию в сайт-мапе остальных страниц. Есть интересные идеи по стайлингу, то есть чуть-чуть проще управлять этими всеми стилями и так далее. Плюс там по формам добавили, конечно, немножко улучшений, сейчас про них тоже расскажу. Вот этот новый дизайн, он состоит, в принципе, из трех блоков. Они называют его как бы Pages Workspace, где ты можешь редактировать страницы, сайт-мап, добавлять туда компоненты. Стайлинг Workspace, идет управление глобальными стилями. Есть там темплейты, ID. Также есть функт Create and Date Get Assets. В принципе, и раньше можно было добавлять вьюшки, формы из Dataverse. Что они сейчас сделали, это как бы они интегрировали в дизайнер самих порталов PowerPages, они интегрировали из MakePowerApps редакторы таблиц и вьюшек. Ты можешь здесь выбрать целый блуж, управлять табличками, добавлять колонки, заниматься всеми, чем можно заниматься, используя MakePowerApps, но уже посредственно из портала. Что еще здесь по стайлингу, вот еще хотел написать, по стайлингу, то есть тут вот есть какой-то ряд тем, можно тут настраивать цвета, сразу видно это все на превьюшке. Такое вот добавилось, интересно, раньше этого не было. CSS там можно как-то редактировать или нет? CSS там можно редактировать, не знаю здесь ли можно, но можно в коде, то есть в Visual Studio Code ты можешь открыть любой пейдж, там редактируется код и стиль. Я имею в виду, что здесь нету в редакторе, вот редактора CSS, интерфейс. Можно зайти, например, это еще одна из нововведений, каждая страница это запись в CRM, и эта запись в CRM она хранит в себе собственно весь этот HTML и CSS. В новом дизайне они добавили такую фишку, как EditCode, и подключили Visual Studio Code Online для этого всего. Ты здесь можешь редактировать CSS-ки, скрипты. То есть они не выдумали велосипед, они просто перевели уже в свое решение сразу же, что-то круто. Ну и раньше можно было редактировать, единственное, что раньше это надо было идти в Portal Management, сейчас это доступно из дизайнерной студии. То есть можно и там, и там. Да. Что еще интересного по фичам, которые еще добавлены в дизайн-студию, это настройки паблика Private Site Visibility, то есть раньше сайт был доступен всегда, индексировался в углу, и не всем это нравилось. Вот сейчас можно настроить сайт, можно его сделать приватным, если его не надо индексировать в интернете. Плюс также здесь, там, дизайнеры, они подобавляли тут всякие сеттинги, permission, мелкие настройки, их можно сделать здесь. Сам портал я пытались делать сейчас портал, к сожалению, до текущего выступления, оно еще не сильно готово, и особо нечего показать. Минимум, у нас получилось заревьюить новые Power Pages и делать какие-то выводы. Плюс тут по дизайнеру, что еще? Телформ Configuration, то есть если эти формы, как Submission Form, они добавили немножко более user-friendly дизайн, тут можно даже какие-то правила настраивать, валидации, то, чего не было в старых порталах, оно было не так доступно, так легко, скажем так. По гридам тоже, то есть те гриды, которые ты тут пытаешься встроить, это добавлял. Они тоже здесь, собственно, конфигурируются. Ты выбираешь вьюшки, выбираешь сущности, выбираешь permission, здесь назначаешь. Немножко упростило жизнь, но в любом случае, чтобы нормально разрабатывать более-менее, ну, не ванпейдж порталы. Нужно, конечно, понимать концепцию и архитектуру бэкэнда, для чего там нужны эти веб-роли, куда ссанить пермишены, для того, чтобы запись открывалась, там надо создать форму, потом ее привязать к пейджу, только тогда она будет работать. Что еще они здесь добавили? Это называют, я не пробовал, там, Multistep Forms, их тоже можно сюда встраивать. Тут есть, раньше были доступны просто одностраничные формы с субмитом, сейчас добавилась возможность конфигурировать несколько страниц и переходы на NextPage. Это примитивное начало таких гигантов, как гугловские формы, как Multistep Forms. Если этого достаточно, то вот один плюс, опять же, этих порталов, в том, что если ты там делаешь какую-то форму, прям здесь, то, соответственно, ты можешь прям сразу создавать запись и настраивать, и интеграцию, что субмит, и все сразу залетают в сцену. Дизайнер не сравнивается с сайтами, которые специализированы на таких фотоспросовках. Дальше, Visual Studio Code for Web. Я рассказал, новую, новую пишку добавили, раньше код можно было редактировать, но это надо было зайти в Portal Management, открыть код, можно его было даже скопировать в студию и в Desktop, но и работать с ним, или же редактировать программу внутри, но там был просто редактор. Сейчас тут прям в отдельной табе с онлайн компонентом. Responsive Rendering добавили, все формы, все пейджи на портале должны рендериться более-менее нормально на всех нас устройствах. Можно PCF вставлять, я не пробовал, в принципе, есть куда расти и можно даже более-менее сложные решения. Но у нас есть, кстати, опыт сложных решений. Также анонсировали прогрессивые публикейшн, возможность скросс-платформенности, возможность даже скачать пакетж и публиковать куда-то на App Store и потом установить приложение вся на телефон. Такие вот фишки этой новой дизайн-студии, вот как попытался пробежать. Также там есть разделы, которые называются Template Hub. Уже добавлен ряд темплейтов, которые можно использовать. В принципе, здесь как бы ничего, ну, это может быть вау-эффект для порталов, но ничего удивительного для любого конструктора сайта. Любой конструктор сайта начинается с темплей. Уже тоже неплохо, раньше такого не было. Также есть Learning Hub с всеми статьями, с инструкциями, как же делать, есть видео, довольно короткие, в принципе понятные. Насколько я понимаю, ну, все это есть также и на Learn Microsoft.com, но на PowerPages платформе они это все вынесли в отдельный раздел, чтобы далеко не были. Также еще до выпуска Microsoft PowerPages еще когда были PowerApps порталы, была изменена модель лицензирования. Раньше оно было как-то совсем дешево, потом это все изменилось, и в принципе, когда выпустили PowerPages, то к лицензированию и прайсингу особо изменений уже не было. Сейчас портал создается на 30 дней, реальная версия, в течение 30 дней надо его конвертнуть на продакшн-версию. Соответственно, цена этого аддона 200 долларов за 100 юзеров сайта в месяц. Если у человека есть лицензия PowerApps при юзер план, то его логин сюда не трекает. Если люди заходят снаружи, но авторизируются, то либо по субскрибшн-эпто 200 долларов за 100 юзеров в месяц, либо по по ACGO плану 4 доллара за юзер. Сказать, что это дешево? Нет. Ну, имеем все минус. Security это интеграция, если у тебя есть база данных, если у тебя есть Dynamics 365 или PowerApps, соответственно, если у тебя будет какой-то сайт на любой платформе, тебе нужно писать все интеграции. Минимум разработчик этого леб-сайта должен просто хотя бы стучаться через стандартный API CRM. И тоже дальше идет и вопрос на этом портале ты можешь конфигурировать даже Owner Access, то есть Security не скажу, чтобы она была интегрирована в Security CRM, потому что Security CRM основана на юзерах и на Ownership. Соответственно, портальный юзер это контакт CRM и контакты не являются Owners. Но здесь Security модель может быть основана на Associated. То есть ты можешь выбрать связь, например, если контакт Associated к какой-то компании, например, через связь Company Contacts стандартная, то этот контакт будет иметь доступ к этой компании. А если он не Associated, то не будет. Так что есть веб-роли, довольно много, не менялось в течение прошлого года, это давно уже. Это все имплементировано, и Security модель там не сразу понятна, но ее можно конфигурировать теми способами, которые есть. Плюс, соответственно, юзеры у тебя находятся в CRM, кроме того, что не надо там авторизацию дополнительную писать, не надо юзеров менеджить и как-то синхронить их с твоей системой. Собственно, у меня все. Понятно, спасибо большое, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok